Сегодня будет очень интересный, живой доклад о замечательном певце, которого можно назвать колоратурный бас с диапазоном 4,5 октавы. Это, наверное, рекорд книги Гиннеса, хотя написали, что у Витаса 7,5 это чушь собачья, потому что 7,5 это почти полная клавиатура рояля. Ну и была и Масумок с огромным диапазоном. Кстати говоря, у нас ее называли пирамской певицей, она с молодого переехала в США и жила и умерла в Лос-Анджелесе. Американская певица скорее, но об этом нам не говорили в свое время. Вот сейчас, Леонид Нобовец, пожалуйста. С трибуна, да? У меня сегодня непростая задача, довольно-таки сложная задача. Постараться вас ввести в жизнь этого выдающегося по истине уникального человека. С его уникальными талантами, его способностями, с его широтой диапазона в 4,5 октавы, как сказал Саша. И занесенный действительно в книгу Гиннеса, как рекорд человеческого голоса. Про его фактуре при росте 196 сантиметров, веса 132 килограмма. Вы представляете, как былинный герой. Он выходил на сцену и, имея такие выдающиеся вокальные способности, он просто завораживал зал. За его могучую, вот эту мощь, как писала пресса, скамье в храмах, просто дрожали. Вы представляете, они содорогались от такой мощи голоса. Если у нас техника будет в порядке, вы все это сегодня услышите. Ну, репертуар его был очень обширен. Он исполнял арии из опер, литургии. Он исполнял романсы, русские песни, народные песни, песни народов других стран. Он свободно владел пятью европейскими языками. Для него это не было, так сказать, каким-то препятствием. В каждой стране, где он концертировал, где он выступал, он всегда старался петь на языке этой страны. Ну, что можно сказать о его выдающей способности? Я хотел бы, чтобы вы это просто-напросто послушали. Степень воздействия его исполнения на публику была просто грандиозная, потрясающая. Он завладел вниманием и умами миллионов людей. В конечном итоге у него по всему миру была масса подлодников. За его жизнь, за его большую концертную деятельность, а он дал за свою жизнь порядка шести тысяч концертов. Вы можете себе представить? Такая мощь. У него бывали годы, когда он в год давал до трехсот концертов в год. Ну, его исполнение действительно было просто уникальным и потрясающим. Его вот этот диапазон, когда он из баса мог переходить в тенор, а дальше добираться до высот колоратурного сопрано, это было просто действительно поразительно. И вот сейчас я хотел бы, если это можно, включить «Калинку-Малинку» и «Вдоль Попитерска». Это слайд номер три, слайд номер четыре. Если не пойдет по слайдам, то там есть второй вариант. Начинается с «Калинки-Малинки». Каринка, дом с большим умом. И большим выступлением. Иван Ревлов. Спасибо. 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 Он всю свою... Вдоль попительской? Нет, сейчас два слова и говорю. Он всю свою жизнь пытался и с успехом просто потрясающе доводил до служителя русскую как бы душу. Он очень любил все, что относится к русскому миру. И это вы потом увидите и услышите. Сам по себе он был во все времена своего творческого роста всегда он отристотворял такого красавца. Вот дайте, пожалуйста, второй слайд, где будут фотографии всех его лент. Презентация. 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 Следующий. Второй. Вот. Вот. Вот это его, можно сказать, фильмография. Он не без иронии всегда называл совершенно спокойно себя Russian bear, Russian bear, русский медведь. Но он, собственно говоря, так и выглядел. И если вы сейчас услышите следующее его исполнение вдоль Попитерской, вы поймете, почему его обожала вся Европа, Америка, Австралия. Будьте любезны, следующий слайд. Вдоль Попитерской. Попитерской 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 то руководитель хора Шолох, под фамилией Шолох, ему предложил, он сказал, Иван Павлович, если хочешь прославиться, то пой русские песни обязательно на русском языке и прими, пожалуйста, соответствующий псевдоним. Тебе вроде бы подходит ребро. И в 1953 году, когда семья вернулась из длительной эмиграции, значит в этих источниках не указано конкретно, где семья находилась в годы фашистской диктатуры в Германии. И в 1953 году, когда они вернулись, то он при получении немецкого гражданства и оформлении паспорта назвался, значит, реброом Иван Павловичем. Это, в общем-то, был большой подвиг. Это было не так просто, потому что в эти годы отношение к русским было довольно-таки плохое. Ну, особенно в Германии это было. И, в общем, это был действительно поступок. Ну, а его мать, которая, собственно, она, собственно, его и сформировала, мировоззрение и все остальное у своего сына. В семье еще был старший сын Хорст, который никакого отношения, в общем-то, к искусству не имел. Он служил в немецкой армии в Люфтваффе. И, по легенде, он в бою во Вторую мировую войну сбил самолет Экзопери. Вот это единственное, что я нашел в этих сведениях о брате. Брат виделся с ним очень редко. Иван виделся редко. Может быть, раз в год у них не было таких теплых отношений семейных. И когда Иван заболел, и брат хотел его навестить, то Иван почему-то возражал, и он не пускал его к себе в палату. Вот так это все было. Значит, основное воздействие, так сказать, творчества и прочее, прочее, на него оказывала только мать. Отец ушел очень рано из семьи. И в основном мама этим занималась, его воспитанием. Мать была из первой русской эмиграции. Она имела прекрасное российское образование гимназическое. Она была знакома с Федором Ивановичем Шаляпиным. И в семье Ивана Реброва, в его доме, на самом видном месте, висела фотография Шаляпина с личной дарственностью, где было написано Натальей Нелиной от Федора Ивановича. Ну, будучи в Москве в 89-м году, Ребров рассказывал, что все начиналось с колыбельной матери. За горами, за лесами, за широкими полями. Или «Спи, мой младенец, мой прекрасный, бабушки, пою». А песню «Полечка-пуля» он вообще запомнил на всю жизнь. О своих родителях он вспоминал редко, как и о своей юности в Бейбанце. Ну, он говорил, у меня немецкое сердце, греческий менталитет и русская душа, которая настолько сильна, что и ее охотно сравнивают с черной дырой во Вселенной, так велика сила ее притяжения. Детские годы будущий певец провел в провинциальном городе Халле, недалеко от Лейпциг, он находится, где пел в молодости, ну, в юности, пел в городском детском хоре. Ребров обучался пению в Гамбурге. В 1953-1959 годы, как лауреат стипендии Фоббрайта, как подающий надежды молодой певец. А также брал уроки у известного баса Александра Кипниса. В 1954 году, как я говорил, он был принят в Черноморский казачий хор под управлением Александра Шолова. Он был знаком также и с другими, с казаками уральского казачьего хора и с хором донских казаков под управлением Жаром. В целом время вообще в Германии и вообще в Европе были очень популярны казачьи хоры. Благодаря работе в хоре он многому у них научился. Научился брать как высокие ноты, так и очень низкие, которые, в общем, присущи русским басам профонда. Вот как образец его такой вот лобильности, его голоса, я бы попросил следующий слайд, слайд номер пять. Это будет Соловей Алябьев. Вы можете себе представить, бас исполняет Соловья Алябьева, который практически, мы всегда знаем, исполняли коллагодарные собрания. Сейчас вы услышите, как он это делал. Соловья Алябьев. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Это, павелый герой, это, павелый наш герой. Не ложь, не я, дать тебе дорогу, А что, певчатая дорога, это, павелый, дорога. Девочки, девочки, все я грустно, Пусть и синих, как и сия, это, павелый, дорога. Павелый герой, 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 это, павелый, дорога. Собственно, вот с этих двух вот песен-то и начался взлет его карьеры, которые попали, вот первый записанный им диск, который попал, ну, совершенно, как говорится, случай, вывел его. Ребро! Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В театре Мариньи на Элисейских полях, где в главной роли выступал Ребров, всегда был аншлаг. Туда публика просто ломилась, туда невозможно было купить, достать билеты. Публика стояла вот так же, как в Москве стояли в свое время перед театром современних и на Таганке и спрашивали лишний билетик, может быть кто-нибудь откажется. Эта постановка была уникальна, она выдержала 1476 представлений. Вы можете себе представить, чтобы один мюзикл выдержал такое количество представлений в Париже. После этого Иван Ребров становится мегазвездой европейского масштаба. Он получил право на гастроли по всему миру, по всем странам и весям. У его концертная деятельность заиграла, как говорится, на полную мощность. Я хочу сейчас, чтобы вы услышали эту арию и его исполнение. Это взятое из его концерта в Австралии. Вы можете на интернете найти полный концерт, но здесь я не мог его привезти вам, потому что он около двух часов длится. Поэтому только выдержка из этого концерта, это его исполнение. Здесь он и как артирик бесподобен. Продолжение следует... КОНЕЦ Я забыл сказать, что он обучался игре на скрипке. Он хорошо играл на скрипке. ПЕСЯ Сегнёрф! Сегнёрф! Я бы за мной не хотел бы попить такую же профессору, Савер. Но тебе не а то, и никогда не был бы попали в «Флевон». Я жаль, вы не выделяете. Я тебя верю, ты видишь? Да, не прийдет. Елена Баба, господина. Мне не было здесь, но я очень рад. Но я не окошко люблю меня. Таня и Филавору, кто-то сделал это, в английском языке. Три и половина лет в Парис, каждый вечер, по-тен-тен-тен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что с тобой, дорогая, влюбляет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok образ поющего, оперного русского царя Бородатого в меховой шапке и в дорогом расшитом кафтане. Ребров не устанавливал повторять, что толчком к его творчеству послужило знакомство с записями Федора Ивановича Шаляпина. Ребров неустанно ездит с триумфальными гастролями по миру. И слушатели Европы, Америки и Австралии восхищенно аплодируют русской песне поразительному вокальному искусству ребро. За свою певческую карьеру он издал 50 дисков, в том числе 49 золотых и 1 платиновый он записал. В том числе из этого числа 36 посвящены русскому фольклору и русской песне. Он не уставал говорить и говорил о России. Это родина моего сердца. Во мне русская кровь, русский голос. Всей душу я русский. Я боготворю русскую музыку, русскую культуру, русские традиции. Россия моя духовная родина. Вышедшие с периода 1967 по 1975 год виниловые пластинки с заместителями певца не только укрепили его положение в мире искусства, но и принесли немалые доходы, большую часть из которых он жертвовал боготворительным фондом. В 1975 году популярность Ивана Реброва достигла небывалых космических высот. Певец активно гастролировал по всем странам мира. Он был в Германии, Франции, Чехии, Польше, Франции и многих других странах. Причем в каждой стране, где проходили его концерты, спустя время издавались диски с записями исполнителями. Ребров за свою карьеру, как я сказал, дал более 6000 концертов. Было продано порядка 10 миллионов виниловых дисков. За заслуги в развитии театра и культурных связей между Западом и Востоком Иван Ребров был удостоен высшей награды Германии. За заслуги перед Германией. На греческом острове Скопелос, где певец жил в последние годы и часто давал концерты, Реброву было присвоено звание почетного гражданина Греции. С 1985 по 1989 год певец свалил и жил в бешеном ритве. Весной 1989 года он был по личному приглашению Горбачева, посетил горячо любимую им родину, своей матери Россию, и дал несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге в сопровождении Оркестр народных инструментов имени Осипова под руководством Николая Николаевича... Федосеев? Так? Федосеев? Нет, не надо. Ну, неважно. Я потом... Калинин его поменил. Николай Николаевич Калинин. Но что любопытно, вот его просто поведение. Ребров был человек очень простой, отзывчивый, очень дружелюбный, и по словам его, ну, не соперника, а просто его друга, большого тоже русскоязычного певца, Бориса Рубашкина, он говорил, что Иван Ребров за свою творческую жизнь ни с кем никогда не поссорился и не поругался. Он отлично взаимодействовал со всем миром. Ну, и вот по приезду в Москву, видимо, так нужно любить просто слушателя, что он без всякого отдыха прямо из аэропорта попросил, чтобы его отвезли именно в спортивный зал «Динамо», вмещающий 5000 человек, где предстоял его концерт, чтобы он осмотрелся и попробовал там. Ну, и там вот под этими сводами уже вот в первый день его прилета звучали мощные «Эх, Ух, Нев», «Сенька, Ранин», «Вечерний звон». Он отличался большим трудолюбием. Он не любил, в общем, всякие там эти тусовки, не любил давать интервью. Он больше, так сказать, времени уделял записям новых композиций ну или переиздания дисков. Он каждый год, в общем, примерно делал по два альбома. Это не считающее перезаписи и участие в каких-то сборных концертах. Он охотно, так сказать, продвигал молодежь на сцену. В частности, есть такая, значит, вот история, когда Лариса Мондруц эмигрировала обратно в Германию, но она этническая немка и тогда в Советском Союзе было разрешено, то он ей подал руку и он в Германии был сверхпопулярен и вывел ее на эстрад. У меня есть это запись, если будет желание, мы послушаем. Но я так не считаю, так сказать, в обязательных, чтобы мы слушали это. Но, в общем, записи есть. И есть доктор Живаго, из доктора Живаго Мелодии, и есть Хаван Агилов в его исполнении. Он довольно-таки часто выступал в дуэтах с немецкими певцами. Но здоровье Реброва расставляло ему много хлопот. Его излишний вес рано принес ему проблемы с сердцем, которым к коже добавился диабет. В дополнение к этому певец перенес сложную операцию на позвоночном диске. И долгое время не мог ходить и выходил на сцену даже с палочкой. О личной жизни информация очень скудная. Практически информации никакой нет. Он избегал интервью, мало появлялся на публике, не афишировал свои семейные проблемы. Как я говорил раньше, у него был старший брат. Он не был женат и мало проводил время с близкими людьми. Детей он не имел. Как он с юмором говорил, насколько я знаю, детей у меня нет. С 1975 года Ребров жил в собственном замке в Тавунуцке, горах Германии. А зимой приезжал отдыхать на свою виллу в Грецию, на личную виллу, расположенную на острове Скопелес. Он говорил, что воздух Греции и климат Греции очень подходят к его голосовым связкам. Всю сознательную свою жизнь он боготворил Россию. Именно этой стране он посвятил жизнь, не задумываясь, уловка называя русским медведем. На Западе, начиная с первой русской волны и миграции, русские песни и романсы были очень популярны. Такие мастера, как Шаляпин, Вертинский, Новский, опозднение Алеша Дмитриевич, Борис Рубашкин, Виктор Клименко из Финляндии, Ребров, Юл Бринер и другие несли западному миру русскую культуру, русские песни и романсы. Если еще приюзся купить русский балет Дягилева, то станет понятен интерес западного зрителя ко всему русскому вообще и к русской культуре в частности. В этом ряду мастеров имя Реброва занимает особое место. Он со своими уникальными вокальными данными, воплощая образ русского медведя, холоса почти двухметрового роста, был блестящим исполнителем как классического, так и фольклорного репертуара. Ребров был на государственном уровне, был, кстати, вы меня слышите, так я без микрофона говорю, он на государственном уровне в Советском Союзе, он был запрещен. Я до сих пор не могу понять от этой глупости, потому что другого такого же рода исполнителя, как Борис Рубашкин, был очень популярным в России, он дал в России порядка 300 концертов. Его госконцерт всегда приглашали, а Реброва в Россию не приглашали. Я не знаю, по какой причине, может, потому что он именно в Германии, а Рубашкин, скажем, был в Болгарской, из Болгары вышел он, и дальше он учился у пения у Мария Дальмонака, и дальше он носил в Австрии, в Вене, и он был очень успешным, и много гастролировал по миру. Кстати, одним из них, вот из этих западных, вот с Виктором Новским, который был в свое время соперником Увертинского, ваш покорный слуга имел честь пересечься в Париже в 1979 году, бывая у Виктора Новского в его ресторане, который назывался «Звезды Москвы», «Этуальда Москвы». Ему было тогда 84 года. Я впервые там заработал свои 25 франков, кажется, или 25 долларов, не помню, 100 франков. Когда мы немножко там выбили, там все было по-русски, вы меня извините, небольшое отступление, если можно, два слова. Так вот там блины, там икорка, там и прочее, прочее, прочее. Вот. И, значит, Новский видел, русская большая компания, он подошел с микрофоном к нашему стаду и сказал, «Может быть, кто-то хочет что-то спеть?» Я говорю, «Ну, давайте я попробую». Я взял микрофон и спел, только раз, бывает, в жизни. Акапелло. Да. А рядом была еще одна компания, больше никого не было в этом зале, только было еще 4 человека, 2 женщин, 2 мужчин. Оказались немцы из Франкфурта. Приехали просто отдохнуть в Париж на уикенд. И вот банкнота оттуда потащилась через наш стол ко мне. Оказалось, 100 франков за исполнение. Вот так я впервые заработал деньги на западе. Виктор Новский нам подарил свои пластинки, там действительно все было на русском языке, действительно он был в свое время достаточно популярным. Но про Виктора Клименко я не хочу рассказать, это вы можете найти на интернете, всю информацию. Алеша Дмитриевич, ну, вы, наверное, знаете, это из Цыган. А Юл Бринер, наверное, знаете, по фильму «Эта великолепная семерка». Он родился где-то, по-моему, в Владивостоке. Ну, в общем, он тоже с русскими корнями. Это могучий красавец, красавец мужчин. И он, бывающий в Париже, вместе с Алешей Дмитриевичем, есть такая запись на интернете, они поют. «Эдвы гитары за стену, жалобу на заныже». Интересно, там они вдвоем поют. Но это так, в порядке отступления. Ребров бывал в Москве ранее, но в качестве просто туриста. И однажды, при посещении ВДНХ, он не удержался и пел с ансамблем Мицкевича, который там возглавлял этот оркестр, выступающий в ресторане «Колос». Перед концертом в Москве певец говорил, считаю, что мне повезло возработать с таким знаменитым оркестром русских народных инструментов имени Осипову под руководством маэстро Калинина. Выступить сильным оркестром было моим давнешним желанием. В дальнейшем Ребров клоняется все больше к духовной музыке. Но это будет позже. А сейчас я хотел бы, чтобы мы включили вот этот слайд московский и его выступления. Найдите, пожалуйста, этот слайд. Московский концерт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на мои успешные учреждения во всей земле, я чувствую сейчас, как в начале своей карьеры. Я чувствую немного консультентом, как экзаменом, страх и терпение, надежда и очень-очень. Пошел на радость и отстреливался. Знаете, я уже сказал, мои предприятия были из России, ну, я сам в Советском Союзе, как навещал мои родители, рады умерли, поэтому мой русский язык не отдаёт для меня. Мой русский язык богат, очень богат, но я думаю, что вы понимаете, что я чувствую это. Понимаете? Ну вот, спасибо. Мне бы хотелось исполнить несколько, ну, я лучший язык из моего этого сопровождения этого знаменитого, фантастичного русского академического оркестра. И мне очень было подруга вас, моего очень-очень хорошего друга, знаменитого, фантастичного артиста Николая Николаевича Калини. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вечер с мягким знаком, наверное, был, нет, добрый вечер и сердечным приветом. Это первый раз, не только в Советском Союзе, первый раз в Москве. И, ну, Москва, ну что такое там? Москва моя, ты самая. Вот это уже в нас. И нам очень хотелось, чтобы вы тоже верили в нашу открытость, в нашу сердечность, и чтобы искренне... Чувствую, конечно. Чувствую все. Ну, и мы еще гуляем. Вчера мы там были в Согорске. Да, да, Москва. Нам бы очень хотелось, чтобы вы еще приехали к нам с вашими друзьями, с вашими коллегами. А я? А что вы думаете, да? Жить хочу здесь. Веки веков. Вот так скажем. Спасибо большое. Да, Николаевич, первый концерт. Ваши впечатления? Ну, я получаю удовольствие. Получаю удовольствие вообще от русской музыки. Очень много от такого прекрасного исполнения. Так что я очень счастлив, что Иван Павлович выбрал именно наш выпуск. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Павлович, Кришко Иван Павлович ПЕСНЯ ПЕСНЯ После триумфальных концертов в Москве и в Питере, Ребро пригласил вот этот самый оркестр русских народных инструментов имени Осипа, руководством Калинина, пригласил в Германию, где вместе с ним записал свой последний альбом, который был возращён гласности и перестройке в России. В дальнейшем Ребро все больше склоняется к духовной музыке. Последние годы жизни Ребро почти не записывает народных песен, уделяя внимание лишь духовной культуре России. В конце 90-х годов у певца выявляется тяжелейшая форма сахарного диабета, что приводит к вынужденному ограничению концертной деятельности. В декабре 2007 года Иван Ребро даёт свой последний концерт в Венской «Вот и в Кирхе». Однако диски с его ранними записями продолжают издаваться. На протяжении своей карьеры Ребро заработал внушительное состояние. В интервью «Радио Свободы» он говорил, что «Я напел на 20 жизней». Однако накопительство и жадность не были свойственным певцом совершенно. Страдая много лет от сахарного диабета, он много сил отдавал на проведение боготворительной акции. Меценат свои боготворительные сходили у певца от души и сердца. Он составил объёмное завещание, в котором часть состояний завещал Ирми Вебер, совладелицы концертного бюро Иван Ребро и его собственной звукодописывающей студии «Элизар Рекордс» в Офенбурге, а другую большую на обогатворительные пожертвования. Заключив посмертные договоры с десятками европейских издательств, он продолжил благонамеренность. С определённой периодичностью продолжают выходить в свет его диски, сбором средств, от продажи которых финансируются фонды помощи больным с сахарным диабетом. Также финансируются научные разработки в этой области. Ребро скончался в своём доме во Франк-Путинамане 27 февраля 2008 года, оставив после себя грандиозные музыкальные и культурные наследия. Тело его было кремировано, по его завещанию прах должен был быть развеян над Игейским морем. Но в апреле 2008 года урна с прахом бесследно исчезла. Вот на этой печальной ноте я и заканчиваю своё сообщение. Спасибо вам за внимание. Я с удовольствием отвечу, если смогу, на вопросы, которые у вас могли возникнуть. Пожалуйста, вопросы. А можно очень чёрные послушать? Вы меня простите, да, я просто подзабыл. Саша, давайте, действительно, у меня есть эта запись. У меня есть запись ещё, значит, концерт, выступление с Ларисой Мондро, затем дальше из доктора Живаго, это мелодия, и затем дальше Хавана Гилла есть. Вот эти. Если у вас есть время, можно всё это послушать. А очень чёрные, это, конечно, это, пожалуй, венец. Надо обязательно послушать. Но в австралийском концерте там интереснее. Он ходит по рядам, он там такое вообще творит, сейчас вообще присаживается, говорит, потом он там поёт, ну, потрясающе. Совершенно такой расслабленный, знаете, совершенно свободный человек. Мы не должны его называть, так и считать. Звучит песня. 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 Звучит песня.